Всем привет, меня зовут Сергей Бархатов, вы смотрите рубрику Видеосалон, которая выходит при поддержке приложения Уфанет ТВ. В Уфанет ТВ огромный каталог фильмов и сериалов из десятков тематических телеканалов и онлайн кинотеатров. И все это в одном приложении. Я просто обожаю хорошие комедии. Но кто же их не любит, спросите вы. Просто юмор настолько субъективная вещь, что кому-то по душе добрые советские комедии без грамма пошлости, кто-то вырос на американском пироге, а кому-то подавай злую британскую сатиру в духе сериала «Дрянь». Поэтому оценивать, а тем более пытаться объяснить юмор – затея совершенно неблагодарная, но оценить успех и талант комедийного режиссера в конкретной стране и в конкретном промежутке времени можно. И я считаю, что один из лучших и самых смешных российских режиссеров последних 15 лет – это Роман Каримов. Роман родился и вырос в Уфе, всегда интересовался кинематографом и в 19 лет на 2 года уехал в Лондон, где занимался продюсированием короткометражек и трейлеров для BBC, TV1000 и других телеканалов. После чего он вернулся в Россию, где участвовал в промо фильма «Павла Воли Платон» и работал с Вадимом Галыгиным над его документальным проектом «Профессия юморист». В это время Роман снимает три короткометражных фильма «Октимист», «Квартира 29» и «Не волнуйся», которые имеют хороший прием на фестивалях. Характерная особенность Каримова в том, что он не только режиссер, но и автор полного цикла. Он продюсирует, пишет сценарии и даже музыку. В 2010 году в широкий прокат выходит его первая полнометражная картина «Неадекватные люди» и сразу становится маленьким приятным хитом для тех зрителей, кто не переставал искать молодое и искреннее российское кино. В своей трагикомедии про знакомство вдовца с соседкой школьницей Каримов прекрасно чувствует эпоху на стыке нулевых и десятых, рисует живых и понятных персонажей, не забывая про достойные шутки и тихие драматичные моменты. Картине помогло участие Евгения Цыганова и других довольно известных актеров, отстраненная манера игры дебютантки Ингре Толеринской и ощущение по-настоящему теплой и знакомой истории, которую тебе рассказывает старый друг. Наряду с фильмами «Квартета И» Анны Меликян и картиной «Питер ФМ» неадекватные люди регулярно стали фигурировать в подборках нестыдных российских комедий. А можно поинтересоваться, что так конкретно не устали? Ты посмотри, ведь на открытый конфликт идет, а? Все не нравится, то, как ты одеваешься, то, как ты выглядишь. Посмотри на свою одежду, на кого ты похожа. Да я могу одеться так, что тебя вообще вырвет. А я могу раздеться, и тебя вырвет. Но не все проекты Каримова однозначно хороши. Криминальную комедию в дребезге тяжело смотреть из-за обилия сюжетных линий. А из картины «Стартап» про создателей Яндекса режиссер со скандалом уволился, и его имя в титрах заменили на Игорь Сколков. Что, впрочем, никак не уберегло кино от провала. Хотели снять российскую социальную сеть, а получилось скучное и беспомощное кино. Нужно вбить слово какое-то. Грудь. Но все же удачных проектов у него больше. Все и сразу осознанно играет на поле раннего Гая Ричи. Даже название фильма обозначает смысл поговорки про карты «Деньги. Два ствола». Все и сразу. Несмотря на множество героев, картина не разваливается на части, в отличие от «Вдребезге», отлично развлекает и даже может похвастаться неожиданно драматичной концовкой. Тебе? Это тебе. Мы что, на утренник собрались? Там был только Бэтмен и Медведи. Я взял Медведей. Там было баранов брать. Весьма необычным экспериментом стал мистический триллер Каримова «Черная вода» с еще малоизвестной Ириной Старшинбаум и участником группы макулатуры Евгением Алехиным. Поклонников у фильма немного, но есть в нем красивая летняя тоска. Ну и один из самых успешных и точно самый смешной фильм романа Каримова «Гуляй, Вася». Однозначно, без всяких траги. Комедия про парня и его чокнутую первую жену, которая не дает ему развод, из-за чего придется разыграть ситуацию из голливудских ром-комов 2000-х, попутно влюбившись в другую девушку. У фильма была броская и цветастая промо в духе ТНТ-шных комедий, из-за чего поклонники неадекватных людей могли пропустить новый фильм режиссера, который просто гомерически смешон, с узнаваемыми типажами и нелепыми ситуациями. В заглавной роли Васи окончательно проявилась одна из главных актрис поколения, Любовь Аксенова, и зажглась звезда романа Курцина, который сейчас играет, кажется, в каждой первой отечественной комедии. Как видите, Каримов еще на старте умеет разглядеть тех, кого в будущем ждет большая карьера. Паль, Старшин, Баум, Аксенова и Курцин – отличные тому подтверждения. 20-й роман встретил с сиквелами двух своих лучших фильмов. И если «Гуляй, Вася 2. Свидание на Бали» к сожалению оказался сборником не смешных нелепых скетчей, то «Неадекватные люди 2» – это вполне достойное продолжение спустя 10 лет после «Жили долго и счастливо». О том, как меняются с возрастом люди и отношения, и когда наступает время отпустить. Последний на сегодняшний день фильм Романа Каримова – это запоздалая драма про ковид «Дыхание» с Ириной Горбачевой. Актуальность этого фильма в 2023 году практически сошла на нет. Но снят он вполне компетентно. Всего случаи заражения подтверждены уже в 20 странах. История Романа Каримова наглядно показывает, что у хорошего режиссера не обязательно каждый фильм будет становиться кассовым хитом или успехом в любом жанре. Но по-настоящему классные работы будут находить своего зрителя еще много лет после премьеры. Фильмы «Все и сразу», «Черная вода», «Гуляй, Вася» и «Неадекватные люди 2» вы можете посмотреть в приложении Уфанет ТВ. Приложением удобно пользоваться на телевизоре, смартфоне и в браузерной версии. Первый месяц пользования телевидением Уфанет ТВ будет стоить 0 рублей. Смотрите кино где и когда вам удобно. Напишите в комментариях, про каких современных российских режиссеров вы бы хотели узнать побольше. Вы смотрели видеосалон. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова